Дорогие друзья, вопросы о профессии, о медицине не заканчиваются. Ну, вот, собственно говоря, вторая часть. Продолжаем разбираться. Вопросы. Где вы принимаете сейчас детей и как можно попасть к вам на прием? Есть клиника доктора Комаровского. Клиника находится в Харькове. Я все время пытаюсь объяснить суть понятия клиника. Кстати, очень многие не понимают, что это такое. Клиника, с незапамятных времен, клиника – это то место, где обучают медицине. То есть больница называется клинической, если она является базой какой-то кафедры. То есть в клиниках учат студентов, студентов мединститута, медсестер. Вот клиника – это то, где происходит процесс обучения медицины. Клиника доктора Комаровского – это место, которое все усилия направило на обучение медицине, но не врачей, а вот, условно, как писали в советской прессе, широких масс трудящихся. То есть мы здесь, это книги, это администрация сайта, это медицинская редакция наша, которая готовит программы, которая снимает вот эти видео, которая помогает мне вести социальные сети. Вот это наше главное. То есть редакторы и так далее, это вот ребята, которые занимаются видео, программисты, сайт. Вот это, вот это суть клиники доктора Комаровского. В то же время здесь есть кабинет оборудованный, где можно проводить прием, но это не смысл существования этой клиники. Вы должны четко понимать, что, имея возможность обучать на сегодня, ну, фактически миллионы людей, я обязан очень правильно и четко относиться к своему времени. Если я спрошу, ребята, что лучше, если я вам сейчас запишу на 10 минут лекцию о том, как правильно в 21 веке, вот сейчас, надо относиться к витамину D. Что нового, что интересного, что изменилось. И вы эту информацию за полчаса, сделанную мною, да, вы получите, и миллионы людей узнают что-то новое и не наделают грубость. Или я эти полчаса потрачу на том, чтобы поставить диагноз, острый катаральный отит конкретной Маше, и назначить стандартное протокольное лечение, что может сделать любой доктор. Поэтому на сегодня я принимаю только тех, от кого я никуда не могу деваться. Это мои близкие люди. Мои близкие люди, это те, ну, по большому счету, в 99% случаев, это те мамы и папы, которыми я познакомился, ну, на следующий день после их рождения. Ну, таких несколько сот. Человек, которых я держал на руках, новорожденными. А сейчас они выросли, родили своих деток и ходят ко мне. Они ходят в дядя Женя хвастаться. Здравствуйте, дядя Женя. Нам годик исполнилось. Смотрите, какие мы хорошие. Потому что мне не надо читать им лекции, что такое сопли, каковы симптомы отита, как принимать витамин D, когда давать прикорм. Они все это знают уже, они все это читали. Поэтому я считаю, что я не имею права рассматривать себя как источник базовой информации, которая уже есть в книжке, чтобы я лично для вас это рассказал. Поэтому все слухи о том, что Комаровский, личные врачи, олигархов, что он лечит исключительно министров, это все это чушь. Их тут ни одного никогда не было. Понимаете? Я этим никогда не занимаюсь. Вот, собственно, и все. Ну, иногда бывает такое, что я получаю совершенно душераздирающее письмо, и я понимаю, что этого ребенка просто убивают на ровном месте, когда из человека вымогают деньги, придумывают непонятные диагнозы. И мне тогда возникает, ну, я не могу поверить, что это возможно. Ну, условно говоря, когда человек описывает классическую симптоматику как люша, и при этом описывает, как его уже вот полгода лечат от бронхиальной астмы. Я не могу в это поверить. Ну, не могу и все. И я ему говорю, ну, приезжайте. И я действительно, как правило, оказываюсь прав. И вот такие ситуации для меня, ну, как модель, как новый стимул к тому, что да, ребят, надо вас учить, вас учить, не принимать пациентов. Поэтому еще раз фиксирование. Попасть ко мне на прием практически невозможно, если я вас не держал на руках новорожденным. Есть ли у вас ученая степень? Работаете ли вы где-то преподавателем? Нет, не работаю преподавателем. Хотя мне кажется, что работаю. Школа доктора Хавровска, по-моему, неплохая преподавательская работа. Я кандидат медицинских наук. Диссертация моя достаточно, я бы сказал, может, даже и уникальная. Дело в том, что я заведовал отделением, в котором лечились пациенты. Их было тысячи пациентов с стенозирующим ляринготрохитом. Это ситуация, которая называется вирусный кроп. При этом у меня достаточно большой опыт лечения этой подологии в условиях отделения реанимации и в условиях обычного отделения. Поэтому был очень хороший опыт и очень крутые результаты. Действительно крутые результаты. Мы отказались от антибиотиков, которыми весь Советский Союз лечился тогда. И была монография по вирусному крупу, в которой средний процент осложнений был 60% по Советскому Союзу, а у меня они никогда не были там больше, ну, в моем отделении никогда не было больше 10%. И поэтому все это надо было обобщить, записать. И я просто написал книгу для коллег, для врачей, учебник фактически. Вот она вот так вот выглядела и выглядит. Вот называется «Вирусный круп у детей». Это монография на 400 страниц. Она... Это научная книга с обзором литературы, с конкретными рекомендациями. Она издана была в 93-м году тиражом 15 тысяч экземпляров, которые даже ухитрились продать по тем временам. И вот после того, как эта книга вышла, за эту книгу мне ученый совет Харьковский присвоил степень кандидата медицинских двух. То есть это уникальная ситуация. То есть я не писал диссертации. Я написал автореферат по мотивам этой книги, но самой диссертацией была вот эта книга. Каждый может с ней ознакомиться. Просто такой ситуации никогда в Советском Союзе раньше не возникало. Обычно монографию мог себе позволить опубликовать исключительно там завкафедры член-корреспондент-академик. Если кто-то публиковал, то за монографию становился доктор наук. Ну, чтобы за монографию на материале в 14 тысяч пациентов дали кандидатскую степень, такого никогда не было. Это я просто, как еще одна иллюстрация, многочисленным комментариям по поводу того, какой Комаровский шоумен. Ну да ладно. Вопросы. Добрый день, доктор. Мне очень хочется, чтобы сын был доктором. Подскажите, какие качества должны быть присущи хорошему врачу? И есть ли какие-то признаки, по которым точно можно сказать, что этот человек не может работать врачом? Вы знаете, я, наверное, многих удивлю, кто сейчас на эту тему вот задумался по этому вопросу. Но дело в том, что именно сейчас, в 21 веке, все образование медицинское построено на том, чтобы научить не делать ошибок кого угодно. Вот не надо родиться с особым талантом, с особыми склонностями, с особыми умениями, с чувствительностью рук, ушей и глаз, с запахом, который позволит отличить дифтерию от мононуклеоза. Точнее, с обонянием, которое может это позволить. Нет, всего этого не надо. Суть современного медицинского образования среднего человека со средними способностями, средней памятью можно сделать очень хорошим врачом, если он в состоянии обучаться и не творить глупости. Не надо инициативы. Да, вот такая сейчас медицина. Современная научная. Надо следовать протоколу. К тебе пришел пациент и на это вот на что-то жалуется и говорит, у меня ребенка, у моего ребенка повысилась температура, а других симптомов нет. Не надо умничать. Ситуация, при которой повысилась температура и других симптомов нет, встречается миллионы, десятки миллионов раз. В этой ситуации ты должен сделать следующее. Первое, второе и третье. В зависимости от результатов ты должен сделать вот это. Не надо придумывать, не надо сочинять, не надо строить на себя уникального специалиста. Сделай как положено. Все. Поэтому, если человек адекватен, способен учиться, способен выполнять инструкции, способен следовать тому, что положено в протоколе, он будет нормальным врачом. Более того, если ему не нравится работать с людьми, ну, так у него есть огромное направление медицинских специальностей, где лабораторная диагностика, да, там, диагностика аппаратная, ну, в конце концов, фармакологический бизнес, где можно не подходить к пациентам в принципе, понимаете, и все равно быть удачным человеком. Поэтому трудолюбие и способность следовать правилам, правилам, честь и совесть, этого достаточно, чтобы быть хорошим врачом. Мне всегда было интересно, как складываются ваши отношения с теми коллегами, которым лишь бы прописать аноферон. Как вообще на вас реагирует педиатрическое сообщество более консервативных взглядов на лечение? Вы же понимаете, если врач у ребенка с коклюшом лечит, там, три месяца бронхиальную астму, а потом этот пациент попадает к Комаровскому, а Коровский ставит правильный диагноз, то этот врач доктора Комаровского ненавидит. Ну, просто ненавидит. И так далее, и так далее. Мои отношения с коллегами, они не складываются. Ну, если человек хочет лечиться, лечить там анофероном, если он пытается обвинять коллег, если он не читает базовую информацию, если он не готов учиться и исправляться, мне, это не мой коллега на самом деле, мы в разных медицинах. Поэтому я могу сказать, что ни разу в жизни, вот ни разу у меня не было ситуации, когда пациент пришел ко мне и сказал, доктор, что же вы такой плохой, что вы меня там плохо лечили, и так далее, мы всегда со всеми находили общий язык, потому что я каждого ребенка лечу, как будто это мой ребенок. Но я могу припомнить, ну, десятки случаев, когда пациенты приходили ко мне выяснять отношения после того, как с ними провели работу мои коллеги, которые рассказали, как Комаровский, шарлатан, что он ничего не знает, что он шоумен, что он ничего не умеет, что это все, и так далее, и так далее. То есть все мои неприятности в медицине, которые возникали, возникали только после того, как коллеги проводили терпеливую разъяснительную работу. Когда ты понимаешь, что ты за всю свою жизнь ничего не украл, когда ты учишься минимум три часа в день всю свою жизнь, когда беда с твоим пациентом, это твоя личная беда, когда ты неделями не спишь по ночам, когда ты неделями не выходишь из операционной, но при этом любая твоя жизненная неприятность, смерть пациента, невозможность поставить диагноз, отсутствие нужных лекарств, все это огромная радость для всех, кто тебя окружает. Ну, вы прекрасно же знаете, что злорадство наше все. К счастью, к счастью, именно когда ты имеешь возможность уйти из государственной больницы и общаться с людьми, которых ты выбираешь, когда ты имеешь, в конце концов, в интернете возможность общаться с коллегами, с которыми ты находишься на одной стороне поля, то жизнь очень сильно меняется. Когда ты не живешь в этой ауре зависти и ненависти. Так что сложные отношения на самом деле. Бог им судья. Бывает ли, что какие-то вопросы и проблемы пациентов ставят вас в тупик, и вы не можете сходу найти ответ? Как поступаете в таких случаях? Да, конечно, бывает. Главное, никогда не бояться сказать «я не знаю». Надо понаблюдать, надо посмотреть, надо обследовать. И вообще, любите врачей, которые не боятся сказать вот этого «я не знаю», которые не стреляют из пушек по воробьям, а говорят «давайте подождем, давайте понаблюдаем». Это очень важно. Есть проблема, либо ты пытаешься найти ее причину, либо идешь учиться. Ну, а других вариантов-то нет. А как еще решать проблемы? Наблюдать, читать, следить за изменяющимися симптомами, ждать. А что еще можно придумать? Приходилось ли вам когда-нибудь ошибаться, например, с диагнозом? И меняли ли вы свое мнение и взгляды на лечение какой-либо болезни в частности и на медицину в целом? Смотрите, друзья мои. Что касается изменения взгляда. Взгляды меняются постоянно. Другой вопрос в том, что когда ты публичный человек, очень трудно объяснить людям, что твои взгляды меняются не потому, что тебе за это дали деньги, а потому, что такая позиция медицинской науки. Ну, потому что, вот еще раз говорю, и тактика прикорма, например, и отношение к витамину D, и отношение к иммуностимуляторам, и к отхаркивающим средствам, и к вакцинации в некоторых аспектах, например, сколько раз надо сделать БЦЖ, например. Ну, все это поменялось, меняется. И моя задача понимать, что нет здесь и не может быть позиции доктора Комаровского, когда речь идет о медицинской науке. Когда есть огромные исследования, которые говорят, что вот, вот так надо, которые анализируют влияние, условно говоря, там, смартфона на развитие ребенка, психологическое и так далее, и так далее. Как я тут могу умничать? Я должен принять позицию медицинской науки. Мое мнение не может быть опережающим. Анализируются огромные массивы данных, куча информации, все это увеличивается. Поэтому я, естественно, как раньше, слава богу, многие из вас никогда не изучали научный коммунизм, и не знаете, что такое линия партии. Ну, раньше, как бы, что надо колебаться одновременно с колебанием линии партии. Ну, вот, как бы, мои колебания, они вместе с линией медицинской науки. Ну, а что касается ошибок, а как же, как можно не ошибаться в медицине? И знаете, когда вы готовы анализировать свои ошибки и делать выводы, вот это очень важно. Я вам приведу просто такой пример, который, может быть, многих приведет к тому, что они не захотят быть педиатрами. Вот смотрите, вы встречаетесь с ребенком, и у этого ребенка насморк. И что надо сказать, когда у этого ребенка насморк? Ну, что нормальный врач говорит? Когда видеть перед собой улыбающегося ребенка с насморком, розового, адекватного, с температурой 37,3, он говорит, ну, насморк, ну, оставьте его в покое. Ну, поите, гуляйте, промойте нос с физраствором, все. Но есть такая болезнь, которая называется менингококковый назофарингит. Это когда микроб, менингокок, попадает в нос, и болезнь начинает с насморка. И в одном из десяти тысяч случаев вот этот микроб через три дня попадет в кровь и вызовет болезнь, которая называется менингококцемия, которая убьет человека с вероятностью там 60%. И ты, человек, который посмотрел вот этого пациента, и сказал, да все нормально, гуляйте, капайте в физраствор, оказывается, ты видел пациента, сказал, ничего страшного, а он умер через три дня. И ничего в этой ситуации ты сделать не можешь. Ну, ты же не будешь все эти десять тысяч насморка влечить антибиотиками, да? И ты думаешь, что я сделал не так. А ничего ты не можешь сделать. Но эти люди всю жизнь будут тебя проклинать. И вы четко должны понимать, что если вы идете в педиатры, то обязательно, обязательно каждый год у тебя будут пациенты, которые будут тебя проклинать. Даже если ты все сделал по совести, по науке и так далее, и так далее. Вот вы говорите там условно говоря, вот у нас манту положительная, нам назначили антибиотик. Да, при положительной манту антибиотик может быть нужен двум из ста. Но если не назначить никому, то эти два придут тебя убивать. Что же вы нам вовремя не назначили? Поэтому лучше назначить всем. Вот тут такие сложности с ошибками медицинскими. Главное не сломаться. Потому что после того, как у тебя, ты вот в такой ситуации оказываешься, очень хочется ни за что и никогда не отвечать. Всех с насморком лечить антибиотиками. Всех, у кого 38 в 6 вечера, отправить в стационар. И ни с кем не связываться. И вот остаться человеком и лечить каждого как своего, вот это самое сложное. И не сломаться безумно сложно, потому что за твоей спиной нет никого. Никто тебя не защитит. Как только что-то случится, главный врач тут же накатает телегу, что да, ты во всем виноват. Тебя сделают виноватым всегда, в любом случае. Никто за тебя не вступит. Поэтому очень мало людей, которые могут уцелеть и перестать защитить себя, будут думать о своих пациентах. Это безумно сложно. Это вам информация просто к размышлению. Скажите, сталкивались ли вы с неадекватными мамочками? Расскажите какую-нибудь историю. Ребята, с неадекватными мамочками я сталкиваюсь всю свою жизнь. Более того, если бы вы видели, какое количество писем от неадекватных мамочек я получаю, даже трудно представить. Но я четко понимаю, что любую неадекватную мамочку при терпеливой разъяснительной работе можно сделать адекватной и здравомыслящей. Про истории буду воспринимать в качестве информации к размышлению. Кстати, опять-таки, касательно истории, загляните на сайт. Вот там есть ссылочка. У нас там есть целый раздел записки врача. Там несколько моих рассказов у мамочек, включая и неадекватных. Вопрос повышенной сложности со звездочкой. Доктор, брали ли вы взятки? Доктор, брали ли вы взятки? Я вам хочу рассказать. Первое. Два вопроса в жизни есть. Если их задают тебе, что бы ты ни ответил, всегда в негатив. То есть вот примерно вопросы, изменяли ли вы жене и брали ли вы взятки? Вот два вопроса классических. Если скажешь нет, не поверят. Если скажешь да, осудят. Поэтому вот что ни говори, все в минус репутации. Про взятки. Никогда мои действия не зависели от того, дадут мне деньги или нет. Поэтому взяток не брал никогда. Мне, собственно говоря, никто и не предлагает. Я на государство не работаю много лет уже. А когда работал на государство, то принимал благодарности. Тогда, когда пациенты выписывались. Более того, удивлю вас, возможно, но это мои уже жизненные принципы, все благодарности, которые я получал как заведующее отделение, они тут же реализовывались в одноразовые подгузники, ремонт отделения, новый линолеум, лекарства, которых не хватало. А после того, как в 15.00 заканчивался мой рабочий день, я садился даже не на автомобиль, а на троллейбус и ездил по родному городу, зарабатывал на еду своим детям. И только в 35 лет смог позволить себе купить автомобиль-шестерку за 2000 долларов, бэушную. И вот так я как бы всю жизнь шоуменствую. Вот такие дела. Так что взяток вятки отнимаю. Не за что было давать, наверное. Ну, собственно говоря, ребят, наверное, на этой такой патетической ноте мы можем заканчивать. Разговоры не о нас, Марки, мы еще продолжим. Впереди еще много интересных тем. Спасибо за наше взаимопонимание и за то, что вы были рядом. Удачи вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok